Извилистые горные тропинки, обрывистые подступы к скалам и высота, на которой, кажется, можно дотронуться до облаков. Для обывателя такой маршрут – фантазия. Для участников трейловых соревнований Крайме X-Run 2019 – цель. За четыре дня 650 спортсменов из четырех стран и более 60 городов России преодолели забег длиною в Крым. Каждый день от 35 до 65 километров через природные, исторические и архитектурные достопримечательности полуострова. Из года в год маршрут забега меняется, но традиционно располагается вдоль живописного южного берега Крыма. Балаклавы до Гурзуфа мы посетили абсолютно все ключевые точки. Мы были на Байдаро-Костропольской стене, по ней бежали. Мы были и в Большом каньоне, мы были и в ущельях Учкош, и через водопады, такие знаменитые, как Учинсу. Все это мы посетили. По сути, за четыре дня участники преодолели условно двухнедельный турпоход обычного туриста. Бок о бок маршрут марафона преодолевали любители и профессионалы. Для тех, кто не был уверен в своих силах, организаторы приготовили короткие однодневные дистанции на 9, 33 и 69 километров. Для безопасности участников маршрут оснастили пунктами отдыха. На каждом дежурили медики. Но ни травмы, ни царапины целеустремленных спортсменов не пугали. Я пробежала 33 километра, набор высоты 2-100. Это на самом деле было шикарно, но тяжело. При этом была подготовка, но горки, оказалось даже спуски, это тяжелее, чем поднятие в горы. Самые тяжелые были спуски, когда просто отказывали ноги, когда я даже один раз упала, покорябалась. Но на самом деле все в нашей голове. Это вообще, это облака. Облака находились ниже нас. Это просто космос на самом деле. Очень красиво. Гонка стартовала на прошлой неделе в Балаклаве и к выходным финишировала в Гурзуфе. С каждым годом количество участников в Крайме Айксран только растет. Проверить силу духа и свою спортивную подготовку хотят любители трейловых соревнований всех возрастов и профессий. Забиваются мышцы, не идут правильно. Спуски очень тяжелые и прям крутые. И ноги там очень сильно забиваются. Потом на равнину выходишь и бежать не будешь. Бежал 33 километра. Время не помню, но все это время сплошной позитив. Замечательные виды, хорошее настроение. Бег дает здоровье. А для того, чтобы дисциплинированно подходить к тренировкам, не лениться после работы, нужна дополнительная мне мотивация. Для Севастополя и Крыма такой марафон – возможность развивать регион как место активного и семейного отдыха. Популяризировать знаменитые маршруты и показать возможности полуострова в качестве площадки для проведения тренировок и создания спортивных баз. Для участников юбилейной гонки Краймия X-Run 2019 марафон успешно завершен. А вот какой сюрприз для спортсменов сейчас готовят организаторы, узнаем в следующем году. Михаил Журавский, Дарья Гзюнова, Севинформбюро.